всем щербе дорогие друзья сегодня у нас на тестах будет нож от бекер плюс который называется микро тракер тракер или трекер мне почему-то все время хочется сказать трекер неважно как хотите так и называйте как вам более удобоваримо так и будет есть у бекера полноразмерный такой здоровый тракер есть мини а это микро самый прям маленький малыш ноженки из кайдекса приятные сам ножичек сталька 1095 с запеканием красочки у нас покрытие такое рукоять micarta в стиле бабушкины трусы спрессованные такой почему-то цвет какой-то непонятно серый невыразительный также сюда закреплено это все тремя высверленными латунными клепками и уже кстати что интересно есть микро трекер 2 и там вместо клепок прямо полноценные шурупы наверное как это правильно сказать которая прямо пятикопеечной монеткой можно закрутить потому что на разных тестах были случаи когда вот эти вот клепки от ударов начинали так деформироваться и рукоять самами карта как-то отслаивалась от клинка это вроде как full танк но важный момент вот здесь вот между этих заклепок есть скелетонизирование промежутки пустоты в одном из обзоров чувак метнул это был мини тракер да и лопнула внутри ну full танк как бы вроде лопнуть лопаться не должен но поскольку там есть пустоты у него лопнула нижняя часть вот здесь и full танк стал складным ножом в историю создания вот этих всех тракеров тракер существует еще с 1982 года но который полноразмерный который вот здесь вот с пилой на обухе я сейчас погружаться не буду хочу сказать что данный ножичек исполнен в дизайне дэйва венгера да ну понятное дело что тракер это что-то типа финка в общем давайте с ним что-то делать интересно он сейчас на сайте стоит 49 евро тракер который 20 там где вот эти вот другие накладки стоит уже по моему 70 евро при этом сталь такая же все такое же ну не знаю в общем проткните ваш императорский лайк погнали первое что мы будем делать это мы будем рубить так как вот эта часть клинка предназначена в том числе и для рубки вообще интересная концепция строгательная часть условно так ее будем называть рубящие режущая часть а переход это у нас шкуросъемная рвущая часть ну как то так в общем сталь 1095 беремся вот так вот за самый край и просто поперек а не показал заводскую заточку как всегда забыл как всегда забыл вот эта часть так неудобно зарядательная часть уверен нарежет бумагу рубящая режущая часть ну я уже порубил ну мне не уверен он тоже верит продолжаем что интересно узор приходится в основном на вот эту часть и он довольно бодро рубит если б этот нож был побольше то им можно пользоваться как кукле если да приходится вот так вот а плохо рубит если вот сюда то ну вы поняли в этой части хорошо прорубает ну как хорошо для таких размеров и гореньким конечно обувь здесь не тонкий поэтому что-то значимое перерубить им вы не сможете давайте какую-нибудь поменьше леточку возьмем попробуем ее именно поперек это понятное дело я ее сломаю от колена быстрее такое себе занятие честно больше для теста ну и покрытие здесь тоже начало уже видите подславить а теперь батонинг поперек не выдержала душа поэта но нож выдержал я не знаю давайте чего 10 перегрязем и разбатоним ну короткий видите я уже несколько раз себе бахнул по руке сухое разваливается попробуем разбатонить блин ну тут конечно ребятки длинный клиночка я не уверен что даже не так я не уверен что хватит я уверен что не хватит батонингим еще то занятие давайте попробуем построгать строгательной частью я думаю будет хуже учитывая его толщину эргономика у рукояти хорошая мне нравится не наминает практически нигде слушайте строгание ну для такого крепыша толстым обухом хорошее хорошо строгает может это углеродочка дает смотрите как круто вообще прям круто как там вот этой частью нужно буратинку сделать там где переход зачистить ну не сказать что это как-то сверху удобно в целом нормально пойдет понеслась консерву конечно его открывать той же просто давно консервы не открывал ножами максимально по варварски сейчас будем просто протыкать и все так вот так вот есть такое дело что 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 в а в в в в в в в в м м в в в в в лучок топором итак первый у нас помидорка помидорку раскромсать а че ты на весу режешь меня сегодня новый ассистент ну такое не я никаких иллюзий по поводу того как он режет не испытывают просто я им только что деревья ломал деревья хорошо ломает режет понятное дело не а пинель хочу что этот хвостик не вырезал сока почти нет вообще помидор это так колбаса едем да там удара и вот частью по идее спарывать понимаешь кому я доверил нет да речь как-нибудь уже такого теста у нас еще не было в целом ожидаемо порезать им что-то можно ну но это так будет как вот вы если бы колбасу ломали об колено или натирали на терке примерно так же тонко наверно не тонко и не отрежешь да колбаса тоже дала сок сейчас мы порежем мясо мы мы пахали я и трактор о ну да совсем немножко мяса взяли в целом если вы эстет что касается кухни то берите с собой второй нож которым вы можете тоненько элегантно нарезать помидорчик который не не даст сок это же просто лом которым в принципе можно что-то порезать но там кстати не просто что-то не порезать не просто да ну видите даже не просто но это ожидаемо я заранее знал что страдать будешь поэтому я предложил просто держать камеру и умно комментировать не получилось но да ну почти поеду с даводом слышишь смотри так это доска сломалась носите не просто чувак стол как бы не дешев я это покажу протестировали не только нож я смотрю у него такие классные режущие свойства что усилия почти никакого не предлагает еще походу порезался да да это такой просто острый нож ну ребят ну вы понимаете не понимаете человек страдает нет ничего не туда помидоры еще кинет в общем как то так ну для сравнения давайте дам нормальный нож который стоит всего 400 гривен ну и он тоже не идеален своей астроте в нынешний потому что я не помню правил я его или нет перед выходом наверное нет но немножко по-другому да абсолютно абсолютно ну я режу они ну да вот такие дела друзья протыкаем ваши императорские лайки мы будем готовить плов с вами был еще разок и мой новый ассистент серж увидимся пакета все-таки решил постскриптум еще записать показать вблизи дома что получилось ну несмотря на то что я уметал в дерево и он несколько раз попадал ручкой ничего не произошло клепки на месте все на месте никакого люфта не появилось все также плотно прилегает все ровненько красивенько и отлично по поводу покрытия ну ожидаемо покрытия немножечко подслезла но вот это запекающее покрытие но не очень прочная поэтому так и есть если вы посмотрите на какие-нибудь изулы которые в похожем покрытии тоже с такой же сталью 1095 в использовании они все обтертые поэтому по поводу рк видимых повреждений нет но по-моему вот это вот часть чуть-чуть не то что заблестела но стало скажем менее мне кажется вот сейчас она вообще не схватит бумагу после консервинга да видите подтупился ножичек вот эта часть такой же и осталась строгательная а вот это после консервы здесь ее определенно нужно править в целом это не резак но если вам нужен ломик если вам нужен кусок стали который вы знаете что точно не сломается то пожалуйста да но ну 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 Продолжение следует...